Но, Чочара и Кафыров, так ты отправишь племянников в Турцию, Хасан попросил, чтобы ты отправил. Сомневаемся. И мы не сомневаемся в том, что мы придем к успеху, а они будут опозорены. У нас нет никаких сомнений в том, что мы будем помилованы Всевышним Аллахом, а они не будут. Они будут наказаны. Так что, и какой бы срок им не был на это отведен, конец у них будет печальный. Тумсо Кадыров смотрит каждый твой стрим. Ты в прошлом стриме говорил про нефть и газ в Чечне, что РФ не даст строить там нефтезаводы. Кадыров поднял эту тему, сказал, что не может найти инвесторов. Да, я видел. Кадыров сморозил там очередную глупость, сказав, что у нас Россия выделяет ежегодно 375 миллиардов. Его, разумеется, сразу опровергли. Сразу указали ему на бюджет республики, который в три раза меньше. Тогда он сказал, что он говорит о каком-то там общем содержании. Как-то он там назвал, я сейчас не помню. И это тоже опровергли. Так как даже если это все вместе собрать, все равно не получается 375 миллиардов. В общем, сел парень в лужу. От этого он, видимо, выглядел так неуверенно на своем последнем совещании. Говорил, что вот, мол, отвечать там никому не надо. Мы должны свою там типа гнуть линию. Больше не будем никому ни на что отвечать. Я плохо владею русским языком, говорил Кадыров. Поэтому я не всегда могу мысль типа свою выразить. Но если не владеешь, что ж ты разговариваешь тогда? Не говори. Не говори глупости. Ты не только русским языком не владеешь. Ты цифрами не владеешь. Ты, в принципе, не владеешь логикой, мыслью, разумом. Ты ничем из этого не владеешь. Ну, просто, я не знаю, уйди на пенсию, сиди дома, не разговаривай, не неси пургу, не пытайся выглядеть умно, не говори про деньги, про цифры, про бюджеты. Не говори просто, если не умеешь. В том числе, почему не проведете пару операций, тут же тоже есть родственники лорда Рамзана Кадырова, есть родственник в Страсбурге. Потому что мы не подобны им. У нас есть правила, законы, которые нельзя нарушать. Есть границы, которые нельзя приступать. Мы же не можем уводавляться этим людям. Мы никогда не воевали с их родственниками, с их женщинами, и, иншалла, никогда не будем с ними воевать. Мы воюем и враждуем с теми, кто враждует с нами и воюет с нами. Торжественно обещаю, что буду в рядах тех, кто будет мстить такими же методами, какими пользовались они. Но проголосую за таких, как ты, их, говорит. Но это говорит о том, что ты ничуть не лучше их тогда. Ты не можешь так поступать. Ты должен быть ограничен правилами шариата. Ты не можешь выходить за них. Аллах не дозволил нам воевать с теми, кто с нами не воюет. Тонсо, можешь вспомнить какой-нибудь пример, когда наши муджахиды адресно приходили к подобным преступникам и отправляли их к Ахмад Сливе? Много было таких, конечно, моментов. Но они никогда не приходили, чтобы наказать их родственников. Такого никогда не было. Они, конечно, приписывают это мускиевым, там приписывают другим, но это все ложь. И мускиевы, и все у нас муджахиды обычно действовали непосредственно по врагам. Никогда не действовали по их родственникам. Хотя проблем никаких не было тогда это делать. Но никогда не делали. И они это прекрасно знают. Даже когда они делали, им никогда подобным не отвечали. Когда развалится власть в России, чеченцы первым делом будут думать не о независимости, а о том, как отомстить за все унижения, причиненные Кадыровыми. Пол Чечни будет воевать с другой половиной. Когда появится такая возможность и освобождаться, и мстить, как ты говоришь, будут. Будут, конечно, те, кто не будут ни о чем, кроме мести думать. Наверное, их можно в этом понять. Однако будут и те, кто будет заниматься общими вопросами народа, государства. Такие люди у нас всегда были, и они будут, иншаллах. Которые не будут ослеплены жаждой мести. Хотя, конечно, каждый человек желает этого, каждый хочет мстить. Но есть вопросы, которые более важны. Есть люди, которые умеют отдавать предпочтение общим вопросам над частными. Поэтому такие люди, хвала Аллаха, у нас есть. Они у нас всегда были, они у нас есть, и они будут, иншаллах. Так что не стоит нам по этому поводу... Ну, переживать, конечно, стоит. Об этом нужно переживать, об этом нужно думать, я понимаю. Но какой-то скептицизм в этом вопросе испытывать не нужно. Видите, сегодня, как бы сильно они не беспределили, как бы сильно они не наносили нам раны путем издевательств на нашими родственниками, особенно родственницами. Тем не менее, мы не теряем какого-то самообладания, мы не вдаемся, не впадаем вот в эти крайности. Нам хватает... Нам, я сейчас говорю, там, про большинство из нас, про большинство из тех, кто даже вот сегодня от них страдает. Конечно, есть и те, кто впадает в эти крайности, кто на эмоциях, там, говорит, что будут делать с ними то же самое. Но в большинстве своем, обратите внимание, что все как-то держатся молодцами в этом вопросе, не переходят эти границы. Поэтому в случае, когда появится возможность, будут у нас люди, которые также не будут впадать в эти крайности и будут заниматься общими вопросами. Ассаляму алейкум. В конце 90-х похищали людей, потом вроде бы были очистки. И сейчас опять везде, куда ни глянь, говорят, в Чечне похищают кого-то в социальных сетях. Это те же самые люди или же другие похищают? Алейкум ассалям. Да, это те же самые люди. Ничего не изменилось. Ассаляму алейкум. Томсу. Рано или поздно Москва отправит Кадырова к его отцу. Это очевидно. Желаю чеченскому народу свободу и процветания. Спасибо. Правда, от того, что они отправят Кадырова, младшего за Кадыровым старшим, от этого свободы мы не получим. Мы ее не получили от того, что старшего отправили. Свободу придется сложнее. О, в Аллахе, Рамзан, молодец, Маум, говорит. Я не связан с ними и так далее. Клянусь Аллахом, я рядом с ним стал бы, если придется, жизнь отдал бы. Я очень уважаю этого человека и видел сон, где мне какой-то человек говорил. Дальше, не знаю, он, видимо, будет еще писать, но смысла нет больше. Не пиши. Тебе нужно осерегаться того, чтобы ты не встал рядом с ним в судный день. Лучше осерегайся этого. Покопайся в своих убеждениях. Поизучай свою религию. Немножко поразмышляй над этим. Ты говоришь очень опасные вещи. Да упасет нас Всевышний Аллах от того, чтобы стать с ним рядом в этом мире, а тем более в мире будущем. Было бы интересно проверить Кадырова на IQ-тест. Чисто угорать на результат. Я представляю этот результат. Немецкий солдат, германский рейх. Мир тебе, брат. В священном Пуране сказано, что Всевышний дарует власть тому, кому пожелает. Брат, я немного не могу понять, вот эти псы позорные сегодня во власти, неужели всемогущий Бог позволил им это? Но Аллах по своей мудрости позволяет многие вещи на этой земле. Это вопросы предопределения, они очень сложные, мы не будем сейчас в них вникать. Я вообще прошу какие-то религиозные сложные вопросы не задавать в этих эфирах. Это нужно задавать на специальных площадках религиозных. Но так, если немного поразмышлять над этой темой, мы ведь понимаем, что многие вещи в этом мире происходят. Я имею в виду вещь, то, что относится к злу. Мы понимаем, что Аллах недоволен этим. Однако Аллах так устроил этот мир по своей мудрости, что происходят и злодеяния, и злые люди живут и совершают эти злые деяния, и Аллах дает им какую-то отсрочку. Но непременно эти люди будут наказаны. Вот что мы знаем, вот в чем мы не сомневаемся. И мы не сомневаемся в том, что мы придем к успеху, а они будут опозорены. У нас нет никаких сомнений в том, что мы будем помилованы Всевышним Аллахом, а они не будут. Они будут наказаны. Так что, как бы они не вели себя в этом мире, как бы сильно они не беспредельничали, и какой бы срок им не был на это отведен, конец у них будет печальный. Описать то, что вытворяют ахматовцы в Чечне, не хватит ни слова, ни эмоций. Самые мягкие термины, которыми можно описать их беспредел, грязь, мерзость и паскудство. Но в Чечне и Кафыров. Так ты отправишь племянника в Турцию? Хасан попросил, чтобы ты отправил. Кадыров обращался там к Хасану, говорил, что типа вот он приедет скоро, там Стамбул, если с его головы хоть один волосок упадет. У меня такое ощущение, что Кадыров наоборот хочет этого парня отдать под растерзание. Он прекрасно знает, что он очень легкая жертва. И он, по-моему, заинтересован в том, чтобы с ним что-то сделали. Вместо того, чтобы отправлять туда этих пацанов, своих родственников, Кадыров. Ты же вроде сам обычно ездил, пугал полторы тысячи человек. Ингушетию, ты говорил, ездил на разборки. Что ж ты сам не поедешь и не разберешься? Там тебя будут очень рады. Там тебя ждут реально. Субтитры подогнал Игорь Негода.